Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о... Матери Терезе. У микрофонов. Данил Антоненков. И Юлия Недоля. И Александра Нищук. Подкаст «Три истории». История сегодня будет одна. Вы уже привыкли к этому. Уже не первый месяц мы работаем в летнем формате. Да. Так точно. И не первый год. Потому что в прошлом году тоже все летом работали в летнем формате. И вам спасибо, что слушаете нас даже летом. Вам, это нашим слушателям, уважаемым. Вам, ребят, спасибо за истории. Стараемся, стараемся. Да. Давайте к ним и переходим. Плавненько. Отбивочку, пожалуйста. Рубрика «Комментарии». Да, рубрика ваша. Рубрика ваша. Уже не первый месяц работаем в летнем формате. Удивительный комментарий. Комментарий от Айболита. Доктор нам пишет. Пожалуйста, да. С первого выпуска с вами. Воу. Да. Спасибо. Круто. Огонь. С тех пор, когда у вас еще в голосе были легкие нотки неуверенности, Саша. У тебя они были? Да. В каком году? Вот я помню свои нотки неуверенности. В 2007. Вот неужели доктор Айболит за мной следит с тех пор? Слушай, ну и в 2013, и, наверное, потом когда-нибудь еще там в 2017 они простреливали у меня. Ну, новые форматы мы открывали. Ну, я про себя не знаю. Новые горизонты. Ага, форматы. То что, ладно. Я послушал тут наши первые выпуски. Конечно, мы работали там не так, как сейчас. Вопрос не в неуверенности, а в сырости. Надо было притереться, понять, что, да? Ну, как бы отшлифовать. Ну, самое главное, нужно было понять, что такое подкаст. Да, мы продолжали работать немножко в родильном формате. Да, да, мы такие, прямой эфир. Да, сейчас, конечно, все иначе. Сейчас прямой, я не знаю. Может быть, об этом пишет Айболит. Может быть. Ну, продолжим. Пишу с разных профилей. Один из Боря Тайгер. Ну, хорошо, Боря Тайгер, Айболит. Господи, боже мой. Эта жизнь-то веселая. Настолько привык к вам, что в моей голове вы мне близкие друзья. Ну, так и бывает, на самом деле. Так можно зафантазировать. Нет, в этом прелесть подкастов. Слушаешь кого-то постоянно, и он становится тебе действительно... А если мы читаем его комментарии вообще как кореша, да? Да. Желаю вам, чтобы ваше творчество начало нести несчетное количество денег. Спасибо, друг. Спасибо. Передайте привет моей супруге Зарине Туаевой. Зарина, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Если нетрудно, она будет очень рада. Ну, вот уже передали. Оказалось, что нетрудно. Мы рады, если она рада. Зарина, вы рады? Да вот и успокойся уже. Спокойся. Айболит добавляет, что я тут айболит, потому что я стоматолог. О-о-о. Вот, да. Важное знакомство. У тебя есть, друзья, стоматологи? Да, а он в Питере, айболит. Где вы? Тем, что надо прийти, проконсультироваться. Ну, это всегда, как говорится, не будет. Лишним не будет, да. Я тут айболит. Напишите мне, подскажите, что вообще за дела? Я, значит, хожу на чистки зубов. Чистки? Чистки. Да, чищу зубы у стоматологов. Ну, снимаю. То есть ты по утрам не чистишь зубы, ты каждое утро к стоматологу? Да нет, ну как бы. С камнями борюсь. С камнями? Какая-то беда. Да, потому что раньше я снимал камень раз в полгода. Ага. А теперь вообще там чуть ли не раз в полтора месяца мне надо. Все, ты уж не молодеешь. Дорого стоит? Да. Ну, это лучше, чем камни в почках. Ходи. Там, может, это, что там, полоскать чем или еще чего? Да. Зубы на нить, полоскать на специальные пасты. Вообще беда какая-то. Его все знают, специалисты. Да, я не вылажу зубы. Не вылазишь. Айболит, надо как-то вот выходить в оффлайн, если вы из Петербурга, конечно. Ну, и еще один комментарий. Вот, кстати, непонятно от кого почему-то мне моя помощница прислала комментарий, но он так обрезан, что я не вижу от кого помощница. Ладно, я ей нагоняй, устрою, конечно, устрою, да. Но это не в эфире, ребята, это не в эфире. Итак, какие же вы замечательные. Просто хочется сказать большое спасибо за то, что вы делаете. Я решила начать слушать подкасты, когда хотелось переключиться с тревожных новостей вокруг. Но натыкалась, мыкалась, тыкалась, мыкалась и не могла найти подходящий. Уже решила, что это не совсем мой формат. Но потом попала на ваш подкаст и все. Впала в зависимость. После первого же для себя выпуска про Золушка, поняла, что надо идти с самого начала. И вот сегодня уже на 138 выпуске. С ужасом думаю о том, что скоро придется ждать выпуск раз в неделю. Вы, конечно, очень крутые, с вами очень весел, познавательно. И прям 100% на одной волне. Значит, обожаю шутки Данила. Воу. Там еще что-то про вас неразборчиво написано. Давай читай. Серьезный и уважаемый подход Александра и панковский вайб Юлия. Ну и, конечно, все ваши истории. Продолжайте дальше, пожалуйста, вы суперские. Вот, кстати, уважаемая слушательница, я не знаю, как вас зовут, потому что панковский подход моей помощницы, я, в общем-то, вырезал, да, эту информацию. Подождите, только что написала помощница Данила, эту девушку зовут Виолетта, и у нее возле имени еще молния желтенькая, так что она исправилась. Все, помощница молодец. Без нагоней останется. Юлия! Да? Я точно. Ты сегодня рассказываешь историю. Мне нравится, да, слушать вас, а тут надо же что-то делать. Приходила тут несколько недель подряд и ничего не делала. Да. А сегодня бах, и история. И сделаем все. Продолжаем эту игру, да? Да, да, да. Ну, ладно, да, мы действительно пишем в один день несколько выпусков, ну, потому что мы в остальное время отдыхаем. Да, уж если бы мы отдыхали, конечно. Ну, да ладно. В общем-то, про мать Терезу сегодня поговорить. Я много раз про нее слышала, но я слышала и ничего о ней не знала. Это всегда было в контексте. Если мать Терезы, это значит, у нее почему-то много детей, мне всегда так казалось, и она вот всем помогает. Ну, она же типа мать. Да, почему она мать? Я же мать. Значит, да, да, она же значит, что у нее там 10 детей, и она такая вся мать-героиня. Но, оказалось-то, это вообще все не так. Так что, несмотря на то, что ее причислили к лику святых и называли ангелом милосердия, у нее была совсем другая сторона медали. Надо же как-то искать истории какие-то интересные, и надо какие-то формировать запросы, потому что не всегда идеи приходят из космоса или там из каких-то событий. Приходят сформулировать какие-то запросы в Яндексе. Не помню, какой запрос я сформулировал в Яндексе, но мне попалась там статья, подборка людей, о которых мы знаем не то, что было на самом деле. И там была мать Тереза. Но я, честно говоря, не стал читать, а Юля подумала, что надо донести эту информацию до нас. Да. Ну, просто мне стало интересно, я думаю, ну что, я буду просто так разбираться, надо, значит, об этом рассказать. Небольшая поправочка, да. Моя история — это рассказ из собранных, из разных источников материалов, и она несет исключительно информационный характер, да, и ни в коем случае не хочет задеть вообще никого, ни чьих-то чувств, и ничего, и вообще, в общем-то. Я, короче, себя сняла сейчас, всю ответственность. Ну так себя сняла, не очень хорошо сняла. Я просто хочу рассказать историю. Если человек предупреждает о том, что он совершит преступление, это его не, как бы, спасает от ответственности. А, да? Серьезно? А я не знала, я думала, только незнание законов. Ну ладно. Рассказывай. Рассказывай. Начну с самого начала. Ее имя — Агнес Гонджи Баяджиу. Ударение все правильно расставлено, все четко. Уже интересно. Да, родилась 26 августа 1910 года в небольшом сербском городке Скопье. Скопье, по-моему. Сейчас это столица республики Македония. Впоследствии она называла настоящим днем своего рождения 27 августа, то есть это следующий день, когда ее крестили. Родители ее были обеспеченными людьми. Отец Никола выходить из Армении, владел крупной строительной фирмой и торговал лекарствами, а мать Албанка Дранафеля посвящала себя молитвам и богослужениям. То есть была верующая женщина. В семье строго следовали католическим традициям. Дранафеля — это мать нашей Терезы, да? Будущая пока еще Тереза. Часто навещала больных и нуждающихся вместе со своими детьми. А почему католический, если он из Армении? Ну это он, ну и что? Он там был каким-то там протестантом. Я про него позже скажу. В общем, в итоге его убили. В общем-то, он просто был какой-то, да, странный человечек. Я тоже в первую очередь об этом подумала. Человечек, да. Мать ее навещала больных детей и таскала туда своих детей. В общем-то, вот смотрите, есть нуждающиеся люди, давайте будем им как-то помогать. Вот, как раз-таки ее отец был убит в 1919 году. Ей было 9 лет. Дранафеля осталась с тремя детьми. То есть у Агнеса была еще сестра и брат. И зарабатывал на жизни с шитьем, вышивкой и разной другой работы. Почему убили? Вот вроде бы его отравили, но я знаю точно, что он там крутил какими-то очень большими деньгами. И был и на той стороне, и на этой, и нашим, и вашим. Ну, в общем-то, я думаю, что он просто перешел кому-то дорогу. Я пыталась найти что-то про него. А арменин был? Ну, да, типа, выходить из Армении вообще. Ну, короче, о нем вообще нет никакой информации толком. Просто вот якобы где-то я нашла, что его отравили. В принципе, это не так важно. Я тут просто плечами пожму, на самом деле, все. Агнес получила начальное образование при монастыре, а затем ходила в государственную среднюю школу. Ее старший брат вспоминал в детстве, что она была смешливой розовой толстушкой. Ну, такая миленькая девочка. В местной церкви она пела в католическом хоре Святое Сердце и часто исполняла сольные куплеты. И вот когда ей было 18 лет, она услышала, как священник зачитывает письма миссионеров из-за индия бедности и болезнях в этой стране. И вот с тех пор, по ее словам, в ней загорелось вот это вот желание отправиться туда, чтобы заботиться о бедных. И тогда же, в 1922-м, она окончательно решила стать монахиней. Поехала в Ирландию вступать в орден ирландских сестер Лоретто. Позже она скажет, что сделать это ее призвал Зов Сердце. Вот она услышала и решила так сделать. Там она получила имя сестры Марии Терезы в честь французской монахини святой Терезы Лизье, жившей в конце 19 века. Собственно, так она и стала матерью Терезы. Вскоре орден отправил сестру Терезу в индийскую Калькутту преподавать при мастере в школе святой Марии для девочек из бедных семей. Там же через несколько лет женщина дала свой последний невозвратный обед, став, как она сказала, супругой Иисуса на всю вечность. В общем-то, ребята, детей у нее не было, как оказалось. Но были другие, чужие дети, которые стали своими, наверное, да? Ну, типа того. Продолжим дальше. Я так понимаю, что есть несколько вариантов служить Богу, и ты выбираешь себе, по какому ты идешь, и это там в православии у нас также, когда либо ты можешь заводить семью и детей, либо ты не можешь заводить семью и детей, насколько я понимаю. И, например, у нас в православии есть те, у кого нету детей и жен. И вот, например, если ты хочешь... Ну, я так очень в этом плохо разбираюсь, но, насколько я понимаю, что если ты хочешь двигаться по иерархии, то как раз таки ты должен идти по пути безбрачия, обед безбрачия. Интересно, с чем это связано? Чтобы на тебя не повлиять нельзя было? Меньше родственников, привязанностей, больше отдаешься делу? Или что? Не больше, а полностью, я бы так сказала. Ну, может, это и с этим связано. Ну, ребят, в комментариях поправьте, скажите, это интересно. Ну да, может, кто-то знает, я в это точно не углублялась. По крайней мере, сегодня. В общем-то, и спустя только почти 20 лет, в 1948 году, руководство Ордена позволило Терезе покинуть школу, где она была, мама Терезы, чтобы она могла проводить больше времени в трещобах, помогая больным и обездоленным жителям Калькутты. Позже женщина рассказывала, что она слышала голос Иисуса, который умолял ее быть ее светом, что якобы он один не справляется, что вот ему нужна помощь. А затем попросил основать религиозную общину, посвященную служению бедным. Ну, ладно, неплохо, в принципе, если она так услышала. Одобряешь, да? Ну, одобряю, почему бы и нет. Бедным надо помогать. Через два года после этого, в октябре 1950 года, монахиня получила от папы римского Пия XII разрешение на создание благотворительного католического ордена. Организация получила название «Сестры-миссионерки любви». А в народе ей дали имя «Сестры-матери Терезы». Для служения в ордене, кроме обетов, поста, бедности и целомудрия, нужно было также соблюдать обет бескорыстной помощи самым бедным и обездоленным. Это я вот вначале это не записала, но ей мама всегда в детстве говорила, этой Терезе, о том, что прежде чем ты хочешь что-то съесть сама, например, ты должна поделиться с другими. И я так понимаю, что у нее, вот в ее этом ордене, это был один из условных пунктов прописных, которые нужно было исполнять. Ну, они, соответственно, служат людям и не пытаются обогатиться за счет этого. Да. Ну, основная идея такая. Ну, слушаем дальше мою замечательную историю. Не скучайте, ребята. Целью организации была забота о бедняках, больных и нуждающихся всех национальностей и вероисповеданий. В первые годы членами общины были 12 бывших учениц и преподавательницы школы, в которой раньше работала Тереза. Местом для жилья и расположения больных им служил бывший храм индийской богини Кали, а единственным источником финансирования – пожертвования мэрии. Ну, в принципе, все четко. Через 10 лет папа издал указ, согласно которому орден матери Терезы мог действовать во всем мире. И с тех пор это была уже не просто больница в старом храме, а объединение католических монашеских общин. Пошли филиалы. Конечно. Выйдя за пределы Индии, деятельность ордена охватила полмира. Около 100 стран практически сразу же. Где при монастырях и храмах создавались собственные лечебницы, приюты, дома милосердия, лепрозории и школы. Ну, то есть она показала, что это рабочая схема, и они решили ее мультиплицировать на весь мир. Ну, естественно, потому что они не могут всех людей с мира принимать только у себя там, выйди в каком-то в маленьком местечке. Помогать нужно по всему миру, да. Да, потому что это же была их миссия, благая всех вер и всем людям. И благотворители, политики, бизнесмены, региозные деятели международной организации жертвовали деньги на развитие ордена и жертвовали огромнейшие суммы, как только орден начал по всему миру распространяться. Идем дальше. В 1960 году журналист Мальком Майгеридж из канала BBC снимает документальный фильм. Картина под названием «Нечто прекрасное для Бога». Конечно же, приносит матери Терезе всемирную известность, потому что все мы знаем, у BBC какое огромнейшее влияние. Журналист утверждал, что на съемках произошло чудо в доме для умирающих. Не было освещения, но съемки удались, поскольку появился божественный свет. Но оператор Кен Макмиллан позже заявил, что у него была новая пленка «Кодек» на то время. Именно для ночных съемок он использовал, какая-то новая вышла. И что как бы это именно из-за нее получилось это все снять, но так как не было особо... Ох уж этот оператор. Да-да-да. Ну и кто его будет слушать? Когда на BBC уже вышел фильм, оператора никто не стал слушать, поэтому подумали действительно, что это божественный свет, и как бы все это у нас значит волшебство. В результате такого пиара число монахинь и ордена возросло сразу же до 5000 человек, а также появились более 500 храмов в 121 стране мира. Повсюду стали открываться хосписи, центры помощи тяжелобольным и социальные дома. Хотя мать Тереза по-прежнему называла их «домами для умирающих». Только так она называла. И что представлял собой этот дом? В книге про мать Терезу Мэри Лауда, она с ней работала, она рассказала, что вообще-то вот этот вот дом для умирающих, он действительно дом для умирающих. То есть это не какая-то там больница с кучей лекарств. Цитата. «Все пациенты были обриты наголо, из мебели только раскладушки примитивной деревянной кровати, два зала в одном мужчине, в другом женщина, и практически никакого лечения, из лекарств только аспирин. Капельниц не хватало, иглы использовались многократно, промываясь исключительно холодной водой». Ну, раньше об этом вообще не думали, потому что не понимали, в чем проблема. Не, ну 60-е годы уже думали, наверное, как-то. Ну, думали, и вообще-то уже СПИД был на то время. Ну, как бы, да, но мать Терезы просто, она же у нас как бы не медик была же все-таки, правильно? Она же была монахиня. Ну, вопрос, наверное, финансирования, это если не больница. Некоторым людям действительно есть место этих хосписов, где людей уже не вылечить, они просто приходят умирать. Ну, особенно в то время, да. Просто чтобы смерть, скажем так, была, ну, немножко более легкой. Но вот тут есть как бы момент, который она пропагандировала. Она говорила, что их следует прославлять, а не исцелять. Ну, то есть вот именно прям тяжело больным людям уже не помочь. И как бы она сравнивала эти страдания как бы с благородными муками, условно, и как бы им помогала просто вот и все. Ладно, не буду сюда здесь немножко вдаваться в подробности какие-то, просто, ну, она считала, что это правильно помогать словом, когда рядом просто есть люди, которые условно молятся, вот и все. Ну, может быть, это как-то и помогало даже. Она считала, что самое лучшее, что можно сделать для бедняков, это забрать их с улиц. Монахи не ордена не пытались поменять их отношение к жизни, не давали им надежды на поиск новых каких-то возможностей, то есть никто в ордене не искал способа борьбы с бедностью или болезнями. То есть орден был исключительно того, чтобы там люди условно доживали. Ну, задача других, наверное, бороться с бедностью. Уж не ордена, правительство и строев. А лечить их должны как бы больницы. Ну, а здесь помогает душевно, да, условно. Да. Она очень много путешествовала по миру, естественно, посещала свои ордены везде. И, значит, она требовала запрета разводов, так как каждый брак освящен Богом. Но вот однако тут есть такой момент интересный, что она дружила с принцессой Дианой, и когда она развелась с принцем Чарльзом, она сказала, ну, это правильное решение. Потому что там любовь ушла, она говорит, типа, да, тут ничего страшного, мол, я тебя поддерживаю. Вот, кроме разводов, она требовала полного запрета всех видов контрацептивов и, естественно, абортов. Ну, сложное отношение у религии к этим вещам. У всех. У волос, да, очень простое. Не только у них. Всё чётко, там ни абортов, ни... Нет, нет, я думаю, что она имеет в виду сложное, что они серьёзно очень к этому относятся, наверное, вот так. Образ у неё был такой интересный, я посмотрела её фотографии, она действительно везде практически в одной и той же одежде. У неё был рост всего полтора метра, вес 45 килограмм, и она носила всегда белое сари, то есть на голове вот у неё такая вот была накидка большая, с голубой каймой и небольшим распятием на плече. Вот она всегда ходила в одном и том же виде, и она никогда не давала интервью, говорила, пообщайтесь с кем-нибудь другими, мне это неинтересно. И практически всегда стояла сгорбившись, с ладонями, как будто бы, ну, она молится, в общем-то, вот такая вот она была, у неё всегда один и тот же образ. В 1973 году она стала первым ламуреатом Темплтоновской премии за прогресс в религии, а через шесть лет ей присудили Нобелевскую премию мира за деятельность в помощь страждующему человеку. Нобелевская премия мира, обалдеть. Что? Про болезнь и смерть, потому что всю жизнь она себя посвятила ордену, всю жизнь она путешествовала по миру и проверяла, собственно, как у неё там всё работает. В Риме в 1984 году, во время визита к папе римскому Иоанну Павлу II, у матери Терезы случился сердечный приступ. После второго приступа в 1989 году, это через пять лет, ей вживили искусственный кардиостимулятор. И с ним она жила ещё до 1991 года, боролась с пневмонией в Мексике, с проблемами сердца. Дальше в 1996 году она упала и сломала ключицу. Ну всё, старый человек уже, конечно, там уже всё сложно у неё было. В августе того же года она заболела малярией, а также страдала недостаточностью левого желудочка сердца. Она перенесла операцию, но было ясно, что в принципе всё, здоровье ухудшается, ей будет только хуже. Когда она прям так сильно заболела, она приняла решение, что будет лечиться в Калифорнии. Ну, почему бы и нет. А в 1997 году она сложила себе обязанности руководителя Ордена Милосердия. Но было голосование, и я так понимаю, что все проголосовали всё равно, чтобы она осталась всё-таки руководителем. И 5 сентября 1997 года она умирает. На момент её смерти было более 4000 миссионеров Ордена матери Терезы, работающих в 610 представительствах в 123 странах. Я упустила в своей истории момент с количеством пожертвований, которые приходили в её орден. Ну, вы же сами понимаете, что это не миллионы, не два и не пять долларов. И не рублей, да. И даже не один миллиард, я бы так сказала. И там какая-то была такая история, что все её деньги хранились в банке. И сказали, что если бы эти деньги как-то можно было бы снять, условно был бы дефолт. Ну, в общем, какая-то такая ситуация была. Я, честно говоря, не стала в неё особо погружаться. Но денег там было очень много. И самый главный вопрос, почему... Вот Саша сказал в начале истории о том, что... Короче, мы знаем про неё не то, что на самом деле, да. То есть там в плане денег, а почему имея такое огромное количество денег, и когда она сама лечилась в Мексике и в Калифорнии, да, с кардиостимуляторами, она, условно, там какие-то слухи ходили, что там всё равно, если нужна была какая-то еда в какой-то из орденов, она не брала деньги, которые у них есть в ордене, а всё равно просила, чтобы ей ещё жертвовали на это. Ещё, 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 ещё. При этом как бы у людей... Я покажу фотографии в Телеграме. Было очень плохое, на самом деле. Давай. Тут такое дело, что в целом, когда мы говорим о пожертвованиях и когда мы говорим о благотворительности, вполне может быть, что важнее не то, что мы спасаем одного человека, сто тысяч человек спасло одного, а что сто тысяч человек подумало об этом, и что сто тысяч человек что-то смогли ради этого сделать, сделать какой-то шаг. Сто тысяч человек задумались об этом, сто тысяч человек захотели это сделать и что-то сделали. И когда у тебя там лежат на счетах деньги, это деньги, которые ей пожертвовали. Это не ее деньги, а деньги, которые пожертвовали люди на благое дело. И вот эти люди стали лучше в момент пожертвования. Они об этом задумались. Для них это стало важно. Ее работа в этом плане приносила пользу. А если у человека там неизлечимое заболевание, допустим, это ужасно, это печально, это очень грустно. Но если его уже не спасти, это не значит, что не надо попробовать ему помочь. Не ради него, а ради людей, которые эту самую помощь будут готовы оказать. Потому что потом эти же люди привыкнут оказывать помощь и смогут оказать помощь тому, кому она действительно нужна и кому она актуальна. Ну, Саша красиво говорит, пора, Саша, принимать обед и становиться батюшкой. Поет красиво, да? Слушай, ну, я, конечно, с тобой могу согласиться. Единственное, просто речи-то не было о смертельно больных людях. Это были просто бедняки с улицы и некоторые нуждались в условных антибиотиках. Так, ребята, а я скажу следующее. Я вообще не знал, что мать Терезы это наша условно-современница. Я думал, там какой-нибудь век волосатый. Поэтому история познавательная. Я хоть немножко понял, в чем дело. Она еще жила, когда я там Джордана смотрел. Извините. Она могла смотреть Джордана, между прочим. Пятый титул. Я тебе больше сказал, Джордан мог ей задонатить. Конечно, задонатить. Вот для меня это главная новость. У меня сегодняшняя история. А вы тут про какие-то пожертвования, каких-то людей. Смотрел молодого папу и нового папу? Нет. Не старого, не молодого. Посмотри, и там про... Там Джитлоу, да. Ну, нет, ну там как раз таки про то, как футбол к футболу относится. В римской католической церкви. Болеют на это, да? Это же тальяшки, конечно. Да, да. Посмотри, это прикольно. Если вдруг вы любите юмор и не очень критично относитесь к религии. Если же вы верирующий человек, вам, наверное, этот сериал смотреть не стоит. И вообще, да, выражение «Что ты как, мать Терезы?» или что ты... Это реально имя стало нарицательным, да? Да, так в этом прелесть. Она показывала пример. Я об этом говорил. Да, в общем-то, самый главный вывод. Если кого-то называют мать Терезы, это не значит, что она там... Я же мать и у нее много детей. Мать Терезы — это человек, который хотел помочь. Вообще-то мы это знали, Юля. Мы рады, что теперь и ты знаешь. Я не знала. Так, если кто-то из наших... Если кто-то из наших слушателей... Ну, Даня! Кто-то не знал об этом? Ну, вот теперь знаете. Даня, Юля не стесняется кто-то из наших ведущих, если кто-то не знал. Что-то новое. Да, да. Я с вами не так давно. Это прекрасно. 9-10 месяцев сколько лет. А твой смех... Да нет. А все испортил, да? Да. Он вообще бьет, режет и разрывает на части. Нет, Юля сильная женщина. Женщина... Прямо желчь течет с тебя. В общем-то, у меня есть еще четыре факта, и я готова заканчивать свою историю. Памятник матери Терезы в роддом в городе Скопья поставили. Крупнейший международный аэропорт Албании назван в честь матери Терезы. В 2010 году в Индии выпустили монету достоинством в пять рупий, посвященную мать Терезе. И 26 сентября 2011 года в Москве на территории собора Девы Марии был открыт памятник матери Терезе. Сестры-миссионерки любви до сих пор существуют. Третья генеральная настоятельница ордена Мария Према-Перек. На этом все. Спасибо. Спасибо, Юля. Очень познавательно и интересно. Спасибо. Я очень надеюсь, ты можешь посмеяться. Я сейчас посмеюсь. Потому что сейчас Саша после истории про пожертвования будет рассказывать, как нам донатить. Саша, твой выход. Три истории. Так называется наш подкаст. Почему я это каждый раз говорю? Зачем я это каждый раз говорю? Ну, потому что так заведено. Вообще должны быть в жизни некоторые ритуалы и устои, которыми не стоит пренебрегать, я считаю. И да, Даня, я не постесняюсь и расскажу о том, что нас тоже можно поддержать. Ну-ка. И стать лучше от этого. Сто процентов. Ну, мы это точно станем. Конечно. В принципе, об этом часто говорят, что есть возможность у вас поддержать. Поддержите тех, кто нуждается. Наверное, мы не самые нуждающиеся. Да, в данном случае мы говорим просто о том, что если хотите нам сказать спасибо, то вы можете это сделать. Есть несколько способов. Можно подписаться на постоянной основе и там закидывать 100 рублей в месяц. Ну, в общем, суммы небольшие. Дело не в деньгах даже. Вот действительно. Хотя, если все там 10-15 тысяч нас слушают по 100 рублей-то закинут, то, как будет неплохо нам. Новые туфельки можно будет купить. Мы не будем вводить летний формат, ребята. Давай, Даня, вот смотри. Через год сколько должно быть у нас подписчиков, чтобы ты не уходил в отпуск? Хорошо. 15 тысяч подписчиков на Бусти по 100 рублей пойдет. 15 тысяч подписчиков. К следующему году, если у нас будет, летнего формата не будет. Открываем марафон желаний. Это малореалистично, но вот знаете. Опасно. Значит, а если для вас 100 рублей многовато, но история Юли вам понравилась, вы считаете, что вот 50-30 рублей, а может и все 150 Юлия заслужила? Все 150? Ну, я не знаю. Вдруг. Вдруг. Вы можете разово перекинуть деньжат. Для этого нужно по QR-коду или по ссылочкам в описании пройти. QR-код на картинке ВКонтакте и в Телеграме. Есть телеграм-канал, там вся информация. А вот мы и посмотрим, стоит ли Юля 150 рублей. Да. Пишите комментарии, расскажите, сколько стоит Юля, если вдруг вы поддерживаете... Какие комментарии присылаете? Что значит присылайте комментарии? Нет. Ребят, сколько стоит Юля? 150 рублей рядом, но это унизительно. Данила, вообще я считаю, что это унизительно сама постановка вопроса по определению. Поэтому вне зависимости вот от этого всего не слушайте Данила. Вообще не слушайте Данила. Ладно, смотрите, как я ловко могу. Я же уши на сковородке. Юля бесценна, конечно. Для нашего подкаста. Хорошо, ладно, принимайте. Я тебя прощаю. Всё, а то мы сейчас договоримся, заболтаемся и договоримся до всяких нехороших вещей. Спасибо, что слушали. Пока-пока. До свидания. Давайте будем добрее друг к другу. Да, Даня? Пока-пока. 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 Пока-пока.